Вы смотрите программу Губернии. Вот главная тема выпуска. В Иванове практически достроен пятый дом на улице Володиной. Это один из проблемных объектов, которые достраиваются при помощи фонда защиты дольщиков. Расскажем, когда новоселье и какие еще дома будут готовы в этом году. Откуда в доме появляется теплой свет и почему перед тем, как горячую воду пустят по трубам, из нее нужно обязательно удалить кислород и вредные примеси. На эти и другие вопросы школьникам ответили во время экскурсии на ТЭЦ-3. Орланы перевезли по Ивановской области 2 миллиона пассажиров. Сейчас ежедневно по региону курсируют 44 поезда, часть из которых синхронизирована с ласточкой Москва-Иваново. Молодой шульский фотограф сделал самый массовый групповой снимок в России. Мы покажем, как это выглядело. Филины открыли сезон гнездования. В Ивановском зоопарке Прибавление у пары крылатых хищников вылупились птенцы. Для многих зооучреждений это довольно редкое явление, но в Иванове филинята появляются каждый год. Как чувствуют себя птенцы и от кого еще орнитологи ждут пополнения, мы выяснили. А также не пропустите. Оцепление на ШД вокзале и опоздавшие поезда. В пятницу в Иванове снова эвакуировали слоссобъекты и торговые центры из-за ложных сообщений о взрывных устройствах. Утро началось явно не с кофе. Серьезная авария возле Евроленда. Те ковчане задыхаются. Газовики ищут утечку. Об этом не только. Совсем скоро. Сейчас об этих и других событиях подробнее. В студии Алина Марычева. Добрый вечер. Начнем выпуск с трагического сообщения. В ходе спецоперации пал смертью храбрых наш земляк Тихов Николай. Водитель автомобильного отделения Николай Вадимович Тихов проходил военную службу на территории другого региона. За проявленные во время исполнения воинского долга героизм и самоотверженность награжден он орденом мужества посмертно. Глава Ивановской области выразил глубокие соболезнования родным и близким героям и распорядился оказать всю необходимую помощь его семье. Уголовная наледь. Мастера управляющей компании в Кинишме осудили. Руководители УК Фурманове будут судить. Чем грозит неисполнение обязанностей по очистке крыши. В Кинишме суд установил, что мастер управляющей компании ненадлежащим образом исполнил свои обязанности. А именно, не проучил своим подчиненным огородить опасные участки возле дома 28 по улице Правды. Не организовал работы по очистке кровли двухэтажки от наледи. В результате, в марте этого года снег массой не менее 5 килограммов упал с крыши на коляску с 10-месячным ребенком. Малышу причинили физическую боль. У него диагностировали ушиб мягких тканей головы. Подсудимый вину признал в полном объеме. Суд назначил ему 10 суток обязательных работ. Фурма на вязание очищенную крышу только собирается судить исполняющего обязанности директора управляющей компании. По версии следствия, в марте этого года с крыши 18-го дома по улице Мичурина на коляску с годовалым ребенком упал снег. Малышу также была причинена физическая боль. Кроме этого, установлено, что утром того же дня упавшая наледь повредила фасадную вывеску. И коммунальщики уже знали, что данная кровля требует очистки. Таким образом, руководитель управляющей компании оказал услуги, не отвечающие требованиям, а также не принял срочных мер по обеспечению безопасности людей. Обвиняемый вину признал, возместил потерпевшему моральный вред и имущественный ущерб. Уголовное дело направлено в суд. К другим темам. Уже в июне в Иванове будет достроен первый из проблемных домов. После чего дольщики, наконец, получат ключи от своих квартир в малоэтажке на улице Володиной. Новоселья не ждут больше шести лет. Татьяна Прокопенко расскажет, какие еще недострои будут готовы в этом году. Это один из четырех проблемных объектов, вошедших в спецпрограмму. За счет федеральных денег в Иванове сейчас достраивают четыре дома. Этот на улице Володиной самый маленький. Всего четыре этажа и 13 договоров долевого участия. Компания «Пума» успела лишь заложить фундамент, а потом обанкротилась. Руководитель в итоге получил 8 лет колонии за мошенничество. А стройка была заморожена на уровне фундамента. Работы возобновили в прошлом году. Мы пришли на участок. Здесь был старый фундамент, который разбирался, утилизировался. Строился новый фундамент, возводился кирпичный дом. Долгострой был очень большой. Фундаментные плиты, они пришли непригодности. И на этих старых блоках нельзя было строить дом. Сейчас строительство практически завершено. Работа выполнена на 99%. Установлено газовое оборудование, подведены все коммуникации. Квартиры, как и было предусмотрено договорами долевого строительства, без отделки. Этот же застройщик, который, к сожалению, обманул людей, компания «Пума». Еще один объект у нас есть на пересечении Менделеева и Красных Зорь. Там 80 обманутых дольщиков. Этот объект будет, Сергей Валентинович, когда он у нас завершен? 1 ноября. 1 ноября мы дом закончим. Я думаю, что в течение месяца выведем ключик. До конца года. Идут работы параллельно. То есть мы закончили коробку, идут отделочные работы, фасадные работы и работы внутри. То есть отопление, электрика. Я думаю, что у нас срок окончания контракта 1 ноября, мы в сроках графики. Полным ходом идет строительство и двух корпусов «Зеленой рощи». Это самый большой проблемный объект. 350 пострадавших дольщиков. Там тоже работы завершат к ноябрю. Надо особое внимание на эти объекты себе обратить. Нам эту проблему уже забыть. Решить и забыть. Но решить, я считаю, это не когда дом готов, а когда люди получат ключи и смогут въехать. Мы тогда будем считать, что задача выполнена. Сейчас в Фонде развития территории решается судьба еще нескольких ивановских объектов. Таунхаусы Гринвильпарка и дом на улице Танкиста Белоруссо. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «Варс». В ночь с 27 по 28 апреля Тейкова накрыла неприятным запахом газа. Обращения в нашу редакцию приходили из разных концов города. Некоторые жаловались на газовое отравление, головные боли и рвоту. Это случилось около 8 часов вечера в четверг. Неприятный запах начал стремительно распространяться по всему городу. Перебуганные Тейковчане начали заваливать звонками местную администрацию, аварийные службы и нашу телекомпанию. К вечеру пятницы неприятный запах остается только в отдельных районах. Некоторые жаловались на отравление газом, сопровождающийся симптомами головокружения и рвоты. В недоумении и местные власти, как нам сообщил заместитель главы Тейкова Сергей Ермолаев, вероятная причина – утечка адоранта на газораспределительной станции. Это вещество, которое и придает специфический запах газу. Станция находится под контролем компании «Межрегион Трансгаз Нижний Новгород». Еще с утра власти пытаются добиться внятного комментария по ситуации от местных газовиков. Однако и они не могут дать точного ответа. Соответствующие запросы были направлены напрямую в Нижегородскую компанию. Ответа пока нет. Утро пятницы в Иванове началось с эвакуации. В 11-м часу полиция перекрыла Ивановский железнодорожный вокзал и выставила цепление. Людей вывели на улицу. Причина – в транспортный отдел поступило сообщение о минировании ЖД вокзала. На место сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов и специалисты по разминированию. К полудню здание было проверено, и вокзал продолжил работу в обычном режиме. Из-за тревожного сообщения был задержан рейс «Ласточки». Поезд должен был прибыть из Москвы на вокзал в 10.48, а приехало около половины 12-го. Поезд из Санкт-Петербурга стоял больше двух часов с Трокино. В пятницу в Иванове из-за анонимных сообщений о минировании эвакуировали Департамент соцзащиты населения в Свободном переулке, Торговый центр «Каскад» на площади Революции, а также Колледж культуры. Ранним утром в пятницу в Иванове на улице Куконковых после столкновения с легковым автомобилем загорелась «Газель». У грузовика от удара оторвало задний мост. Это случилось в начале шестого утра в пятницу напротив торгового центра «Евроленд». По предварительной версии автомобиль «Форд Фокус» врезался в грузовую «Газель». Задний мост грузовика отлетел на газон. Из поврежденного бензобака стал вытекать бензин. «Газель» загорелась. Водитель начал гасить огонь самостоятельно. Потом приехали пожарные. О пострадавших не сообщается. Рельсовые автобусы «Орлан» перевезли по Ивановской области 2 миллиона пассажиров. Первый поезд был запущен летом 2020 года. Юбилейным 2-х миллионным пассажиром стала жительница Тейкова. Ее в пятницу торжественно встречали на вокзале. Как это было, расскажет Яна Ведерникова. Первый «Орлан» отправился летом 2020 года в Кинишму. Меньше чем через год рельсы в автобусы поехали и в другие города Ивановской области. Маршрутная сеть солидно расширилась. Сейчас ежедневно курсируют 44 поезда, часть из которых синхронизирована с «Ласточкой» Москва-Иванова. Двух миллионным пассажиром поезда «Орлан» стала Ольга Назарова-Истейкова. Только она выходит из рельсового автобуса, как ее окружают камеры, подарки и цветы. В Иваново Ольга ездит постоянно. Здесь работает на швейном производстве. До запуска новых поездов добиралась на автобусах и маршрутках. Эти поездки вспоминает, как страшный сон. С «Орланами» разница колоссальная. Мне все нравится. Я постоянно пользуюсь, езжу. Очень комфортабельные вагоны. Там всегда очень чисто, всегда светло. А зимой так тепло. На автобусах очень как бы пробки постоянно. И как бы не очень комфортно. И опаздывают они. Я как бы не опаздывала постоянно. Всего в новой маршрутной сети пригородного железнодорожного сообщения 48 остановок. 11 маршрутов протяженностью более 800 километров. Дополнительно с перевозчиком проведена работа по установлению спецтарифов, которые были приравнены к автобусным тарифам. И это закономерно перевело часть пассажиров на поезда. Запуск сети «Орланов» – это логичное продолжение договоренностей губернатора Ивановской области Станислава Сергеевича Воскресинского с руководством РЖД. С марта «Орланы» курсируют по маршруту Иванова-Кинишма в ночные и утренние часы. Из областного центра поезд отправляется в 23.55, а прибывает в город на Волге в час 21. По направлению Кинишма-Иванова «Орлан» отправляется в 4.31 утра и прибывает в 6.16. Рост перевозок составил практически в три раза. Так, в 2020 году мы перевозили порядка 18 миллионов пассажирокилометров, ошлялся объем работы, то в 2022 году уже практически 45 миллионов пассажирокилометров. Данная сеть была отмечена в рамках форума «Формула движения-2022», проводимым Министерством транспорта Российской Федерации, как лучшее решение в номинации «Лучшее решение в области пассажирского транспорта». Самое популярное пригородное направление Тейкова говорил в посад Юрьев-Польский, на втором – Кинишемская. Яна Ведерникова, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Праздник победителей. Так называется выставка, которая в пятницу открылась в Ивановском музее на выставочном центре. Она о том, как первый день победы отмечали в Иванове, и об ивановцах, которые участвовали в параде на Красной площади в июне 45-го. В экспозиции представлены праздничные мундиры, воинские награды, фотографии и документы. Всего 200 экспонатов. Отдельная часть посвящена празднованию победы в Иванове. 9 мая, как и все граждане Советского Союза, в 2 часа 10 минут слушали сообщения Юрия Левитана о капитуляции Германии. Гуляния, посвященные этому событию, начались с утра. В областном центре провели 250 митингов, в которых приняли участие 35 тысяч человек. Ивановские предприятия выпустили линию тканей, посвященных победе. Был придуман рисунок «Салют Победы». Отдельный блок выставки – это палецкая лакова миниатюра. В нем представлены портреты героев Советского Союза, написанные в традиционном палецком стиле. Выставка создавалась примерно месяц, но это только монтаж. А работа над выставкой началась уже давно. И прежде всего, это работа в научном архиве нашего музея, в государственном архиве Ивановской области. Благодаря этой работе было установлено 42 ивановца, участника парада Победы, 24 июня 1945 года в Москве. Прямо сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем после нее. Молодой шуйский фотограф сделал самый массовый групповой снимок в России. Мы покажем, как это выглядело. Филины открыли сезон гнездования. В Ивановском зоопарке Прибавление у пары крылатых хищников вылупились птенцы. Для многих зоучреждений это довольно редкое явление. Но в Иванове филинята появляются каждый год. Как чувствуют себя птенцы и от кого еще орнитологи ждут пополнения, мы выяснили. Быстрый интернет до 500 мегабит в секунду. Кабельное телевидение, телефония, видеонаблюдение. Умный домофон для дома и бизнеса. Индеркам Телл. Звони и подключайся. 939393. Это программа «Губерния». Мы продолжаем. Откуда в доме появляется тепло и свет? Почему перед тем, как горячую воду пустят по трубам, из нее нужно обязательно удалить кислород и вредные примеси? Найти другие вопросы школьникам ответили во время экскурсии на ТЭЦ-3. Подробнее о ней прямо сейчас. Перед вами, значит, вы видите ключи управления на щите управления, контрольно-измерительные приборы, сигнализации и схемы вспомогательные, по которым можно ориентироваться и нужно ориентироваться персоналу. На предприятии такого уровня школьники находятся впервые. До этого, признаются, не догадывались, какие мощности нужны для производства тепла и света. Впечатляет и множество различных вентилей, штурвалов и агрегатов, которые находятся под круглосуточным присмотром. Ребят проводят практически по всей станции. Котлы, турбины, цех водоподготовки, склад топлива и многое другое. Работники отмечают, здесь гостям всегда рады. Экскурсии у нас такие достаточно часто. Кроме того, следует отметить, что у нас два наших учебных вуза. Это Ивановский энергетический университет и энергетический колледж. Студенты практику проходят очень часто именно на Ивановской ТЭЦ-3. Ну и, соответственно, с учебных заведений в городе и области тоже у нас экскурсии. Ну, практически раз в два-три месяца они есть. Когда горячая вода произведена, ее по трубам большого диаметра отправляют в Иваново и Кохму. Перед этим она проходит обработку. В химцехе ее очищают, удаляют кислород и все вредные примеси, которые могут навредить подогревателям и трубам. И только после этого ее нагревают. В качестве топлива на ТЭЦ-3 используют газ, мазут и уголь. На любом из этих видов топлива могут работать несколько больших энергетических котлов, каждый из которых размером с многоэтажный дом. Котлотурбинный цех. В нем мне особенно понравились трубы, железные коробки, благодаря которым посылают электричество, тепло и свет в наши дома. Эта экскурсия стала возможна благодаря победе ребят во всероссийском конкурсе «Энергосбережение и экология вместе ярче». В России он проводится с 2016 года в поддержку бережного отношения к природным ресурсам. Проводятся уроки по энергосбережению, тематические недели по энергосбережению, экологии, экологический диктант, викторины, лекции, квесты, как в онлайн формате, так и оффлайн формате. В прошлом году мы охватили всю Ивановскую область. Хотим отметить филиал Владимирский ПАУ «Т-Плюс». С министерства предоставили благодарственные письма в поддержку фестиваля. Работу Ивановской области в рамках фестиваля отметили на федеральном уровне. Алина Марычева, Денис Железов, телекомпания «Барс». Шуйский фотограф устанавливает рекорд России по самой масштабной групповой фотографии. На его снимке собралось около ста выпускников одной школы. Максиму Петровичеву 21 год. Фотографией он увлекается давно, но созданием выпускных журналов для 9 и 11-классников он занимается последние три года. В этот раз он решил не просто сфотографировать тех, кто заканчивает школу, а поставить рекорд. Съемки прошли в седьмой школе города Шуи. Изначально планировалось, что на фото будет 150 человек. Но потом количество немного уменьшилось. Первоначально я когда подумал, что 150 человек, я такой, ё-моё, как много людей. Непонятно, как ставить. Полез в интернет, где много информации, как ставить свет, как ставить людей. Там я наткнулся на рекорд. Сейчас установленный рекорд 70 человек. Мы собрали 100 человек. Таким образом мы побиваем первое, рекорд России. Второе, радуем ребят, потому что они у нас молодцы собрались. Ну и в целом я удовлетворяю некие свои цели. На выстраивание кадра понадобилось около двух часов. Необходимо было обустроить помещение, выстроить участников фото и уже поправить кадр. Сам снимок будет готов уже к концу недели. Один, два, три. 13 мая в селе Холлы пройдет уже традиционный фестиваль «Русская Венеция». Что же подготовили гостям в этом году? Фестивальная программа стартует уже с 12 часов дня. Место действия – прежняя набережная князя Дмитрия Пожарского. Вдоль нее развернутся торговые ряды, арт-зоны и палатки с мастер-классами. Одним из главных событий станет награждение победителей конкурсов «Потешная флотилия» и «Рыба моей мечты». Участники самостоятельно конструировали миниатюрные корабли. Условие только одно – судно должно быть изготовлено вручную. Фантазии конкурсантов не ограничивали. Эскадру спустят на Тезу вместе с расписными лодками-фараонками. Это и станет кульминацией фестиваля. При желании гости могут посетить строчевышевальную артель, фабрику лаковой миниатюры и узнать о холлуйских традициях древнего промысла. Из новшеств – аудиогид. Любой желающий сможет послушать авторскую экскурсию местного краеведа Михаила Печкина. Достаточно лишь зайти на сайт visitivanova.ru или воспользоваться нашим QR-кодом, который вы видите на экране. В Ивановском зоопарке очередное прибавление. Теперь у пары крылатых хищников вылупили с птенцей. Для многих заучреждений страны это довольно редкое явление, но в Иванове фелинята появляются каждый год. Как чувствуют себя птенцы, от кого еще в ближайшее время орнитологи ждут прибавления – об этом прямо сейчас. Короткий писк с прихрюкиванием. Такие необычные звуки издает краснокнижный степной орел. Редкий посетитель в Ивановском зоопарке пройдет мимо вольеров с хищными птицами. Его обитатели чаще всего горделиво сидят на террасах и привлекают внимание своим роскошным оперением. Вольеры с крупными пернатами в зоопарке занимают значительную территорию. Маленьких филинов посетителям близко рассмотреть сейчас не получится. Только для нашей съемочной группы сделали исключение. Малыши прячутся и не расстаются с матерью, которая их греет и охраняет. В дикой природе самка филина откладывает в среднем от двух до пяти яиц. Этот вид хищников из семейства совиных. Филин обыкновенный – один из самых крупных представителей отряда пернатых. В зоопарке филины вместе с аистами традиционно открывают сезон гнездования. Сейчас родители по очередности выкармливают двух птенцов. У семейной пары в этом году юбилейное десятое потомство. Малышам-филинятам более трех недель. Но, несмотря на свой возраст, характер лидера уже показывают. Постоянно в Ивановском зоопарке в отдельном вольере содержится только одна взрослая пара филинов. В соседнем вольере их сородичи – западно-сибирские. От вида обыкновенного их отличают чуть меньшие размеры и цвет оперения. Самка тоже сейчас ожидает потомства. Подросших малышей распределяют по питомникам в другие города. Рождение филина в неволе, утверждают орнитологи, явление довольно редкое. Самец и самка обязательно должны понравиться друг другу. Причем условия для размножения должны быть созданы соответствующие. Рожденные в неволе птицы на свободе погибнут. Естественно, они выжат в природе, само собой. Она не обучена самостоятельно, в первую очередь, она не обучена самостоятельно охотиться. Правильно? Мы же еду приносим, даем ей. Ей не надо тратить на это ни силы, ни энергии. Она сидит, ест, пьет. Да, может быть, в нашем зоопарке там где-то вольеры небольшие. Но, тем не менее, птицы все здоровые, все упитанные очень. Больных у нас, слава богу, нет. И условия содержания достаточно хорошие, особенно питание. То, как жизнь бурлит внутри птичьих вольеров, часто спрятано от посторонних глаз. Это период ухаживания и гнездования. Только сотрудникам зоопарка удается увидеть больше о своих подопечных. Мы одни из первых в России стали размножать данный вид птицы. И во многих зоопарках до сих пор есть кровь от этой пары. В мае в зоопарке ожидают очередное потомство от степных орлов, ястребиных сов и журавлей. По сравнению с другими пернатами, филинов здесь называют долгожителями. Обитая в условиях неволи, ушастый хищник может прожить полвека. Это в два раза дольше по сравнению с естественной средой. Имеются достоверные данные, что прирученные филины жили и семь десятилетий. Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». А теперь о погоде. Сейчас расскажем, что обещают синоптики на ближайшие сутки. В субботу в нашем регионе ожидается пасмурная погода, дождь. Температура воздуха днем плюс 5, плюс 7 градусов. Ветер северо-западный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%. По прогнозам синоптиков, последний день недели станет немного теплее. Вечером возможен дождь. Сразу после новостей объявление в городской хронике. Интересные истории и видеофото вы можете присылать на наши редакционные мессенджеры. Это Вайбер и Телеграм, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюсу или звоните на горячую линию 587777. Я с вами прощаюсь. Удачи!